Стоп! Опасно! Борьба с сайтами с вредной информацией в сети идет давно. На передней линии обороны Роскомнадзор и все правоохранительные органы. Закон запрещает распространять информацию, которая направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды. А также другие сведения, за распространение которых предусмотрена уголовная или административная ответственность. Признаки детской порнографии, признаки пропаганды наркотиков, признаки призыва к самоубийству, азартные игры и незаконная продажа алкоголя в сети интернет. В случае, если обнаружили непосредственно эту информацию, то можно пожаловаться через эту форму и информация будет заблокирована во вне судебном порядке. Вся остальная информация, которая наносит вред и информация, которая может нарушить чьи-то права, блокируется лишь в судебном порядке. Пожаловаться на такие ресурсы может каждый пользователь. Для этого нужно зайти на сайт Роскомнадзора или сразу набрать в поисковике «Реестр запрещенных интернет-ресурсов». Я же вам покажу непосредственно, как это сделать с любого сайта Роскомнадзора. Для этого необходимо зайти на сайт Роскомнадзора, пролистать вниз страницу, где вы увидите надпись «Единый реестр запрещенной информации». Необходимо пройти по данной ссылке. После этого выйдет непосредственно сам «Единый реестр», вылезет форма, где можно подать жалобу. Для того, чтобы непосредственно это сделать, нужно зайти в прием сообщений. В этом году больше всего обращений поступило по поводу сайтов, которые предлагают поддельные документы. Так как это незаконно, то такие интернет-ресурсы тоже закрывают. За 9 месяцев 2018 года в наш адрес, в адрес Управления Роскомнадзора Почувасской Республики, поступила информация о необходимости блокирования более 2000 сайтов, адресов сайтов. Это 2152, если быть точным. Из них более 1120 сайтов с экстремистскими материалами, 1032 различного рода категории информационных материалов, признанными запрещенными распространением на территории Российской Федерации в соответствии с судебным решением. Более 400 сайтов, которые предлагали ложные права, медицинские справки, дипломы, заблокированы по представлению прокуратуры Чувашии. Органы прокуратуры Чувашии Республики на постоянной основе мониторят сеть интернет на предмет выявления запрещенного законной информации и в последующей ее блокировке. Еще раз также хотелось бы указать, что любой гражданин России, в том числе нашей Республики, вправе обратиться в прокуратуру с соответствующим заявлением, по которому будет проведена проверка. И действительно, если информация подтвердится, действительно, если информация запрещена к распространению, в том числе через сеть интернет, то прокуратура примет все меры, в том числе в судебном порядке, для того, чтобы данную связь заблокировать.